Первый способ, как надеть шарф, это французский узел. Это классический способ. Он отлично согревает горло и, пожалуй, отличный выбор для прохладной погоды. Сложите шарф пополам в ширину, затем сложите его пополам еще раз, но уже в длину. Затем проденьте свободный конец в образовавшуюся петлю. Подтяните шарф ближе к шее. Этот способ отлично подходит для длинных шарфов. Вы знали, что солдаты носили шарфы сотни лет, чтобы различать, кто из какого батальона и какие у кого обязанности на поле боя. Второй способ носить шарф – обратная драпировка. Этот узел подойдет длинным шарфом. Наденьте шарф и отпустите один конец ниже другого. Возьмите длинный конец и обверните его вокруг шеи. Затем перекрестите концы, длинный сверху, а затем проденьте его сквозь петлю. Затяните узел и поправьте его. Все готово. Сто лет назад, когда кабины самолетов были открытыми, пилоты носили шелковые шарфы, чтобы сохранять тепло и не допускать трения. Веселый способ носить шарф – это фальшивый узел. Такой узел – отличная опция для более прохладной погоды. Он отлично смотрится с курткой или пальто. Для начала наденьте шарф. Сделайте так, чтобы один конец был длиннее другого. Затем возьмите длинный конец и соедините его с шарфом вот так, чтобы образовалась петля. Затем проденьте конец в петлю. Теперь проденьте в петлю другой конец шарфа. Теперь подтяните аккуратно узел ближе к шее. Сегодня шерсть, кашемир и даже синтетические материалы используются для того, чтобы сохранять ваше горло в тепле, при этом не сковывая ваших движений. Следующий способ носить шарф – это двойной оборот. Такой способ – отличный выбор для морозной погоды. Добавляя от себя, это, пожалуй, один из самых теплых способов носить шарф. И это очень простой способ. Повторюсь, он отлично подходил для длинного шарфа. Для начала наденьте шарф. Сделайте один конец гораздо длиннее другого. Теперь возьмите длинный конец и обверните его вокруг шеи. Теперь повторите все то же самое. Обверните его вокруг шеи второй раз. Поправьте шарф, чтобы он полностью закрывал ваше горло. Теперь вы готовы ко всему, что могла приготовить для вас холодная погода. Шарфы бывают разной длины. Короткие шарфы бывают от 127 до 152 сантиметров. Стандартный шарф – это 178 сантиметров. А длинные шарфы – те, которые больше двух метров. Ширина шарфа обычно 15-25 сантиметров для мужчины. Если шарф шире, чем 25 сантиметров, то это, скорее всего, будет женский шарф. Следующий способ завязывать шарфы – это двойной узел. Такой узел отлично подойдет для длинного шарфа. Он отлично защищает шею и подойдет для холодной погоды. Из-за большого количества изгибов этот узел очень интересно смотрится. Как и во французском узле, начнем с того, что сложим шарф пополам в ширину и в длину. Затем наденем его на шею. Затем берем один из свободных концов и продеваем его в петлю. После этого перекрутите петлю и проденьте в нее второй свободный конец. Поправьте шарф, пока он не встанет на свое место. Что посмотреть далее? Смотрите это видео «Лучшая мужская зимняя куртка».